Приветствую, братья и сёстры! О том, что попросили сказать свидетельство, я узнала уже по пути в Береговое. И Бахчисарай был уже далеко. Ну как вчера Дима говорил, я тоже в той команде его, я тоже ультроверг, мне хорошо, когда меня не трогает, я там тихонечко сижу. Я родилась в христианской семье, мои родители тоже родились в христианских семьях, мы там пытались отследить сколько поколений, где-то там 4, где-то 6, но это не важно, потому что мы видели, главное то, что мы видели эти благословения, которые предавались, да, как в Библии говорится о том, что до тысячи родов Господь благословит. Папа мой из большой семьи 12 детей было, но выжило 10, которых я уже мало 10, и они все были в церкви. В свое время, в 70-х годах, они переехали с Министской области в Донецк, там была работа, они работали на шахте, потом перебрались уже родители. Мама из Полтавской области поступила тоже в 70-х годах в медицинский, тоже в Донецк. Там они познакомились, поженились, и я, нас 9 детей, все мы родные, и поэтому я с Молоком Матери купитивала все это Божье Слово, и для меня это все было настолько, ну, как, ну, понятно было, ну, в плане, я в Москве все это понимала, принимала, что Христос мой Спаситель, и все настолько я буквально понимала, что, когда я гуляла на улице, еще был дошкольный возраст, и я помню, как в Библии было написано о том, что если тебя ударят по правой щеке, подставь другую. У меня была ситуация, когда моя будущая одноклассница, моя соседка, ударила так ко меня по щеке, ну, естественно, как в Библии написано, нужно поставить другую, и я подставила другую. Она, естественно, ударила, я не ожидала, что она будет бить второй раз, потому что, наверное, в Библии имелось в виду, что она мне не ударит. Вот, ну, конечно, я потом побежала, выполнилась с чувством, выполнена воду, и пробежала два сдачи. Вот, да. И церковь была, конечно, для меня как вторая семья, потому что, ну, полцеркви, наверное, это были мои родственники. Там много семей было. В те времена очень много было семей, которые многодетные. Было там несколько таких кланов. Мои родители, они хористы были. Естественно, мы все дети в хоре сидели. Мама слила на себя на первую и вторую лавочку. И потом мы уходили первый час, сидели на служение, потом мы уходили на воскресную школу. Со воскресной школы, конечно, когда была маленькая, я запоминала все эти библейские истории. Они до сих пор в моей голове. эти большие расправки с христианскими историями, поделки. Вот. Ну, я росла. Я была из тех детей, которые были послушные. И мой папа такой был. Он был пятый в семье и был очень послушный ребенок. И мама тоже была. И я тоже из таких... Мои братья, они немножко такие были более астрактивые. Некоторые, к сожалению, еще не с Богом. Вот. И я уже росла, и я не знала, а в чем мне нужно каяться. Ну, я послушная, я не буду, я не буду. Ну, такая вся хорошая. Ну, да. Я же верю в Иисуса Христа, что Он мой Спаситель. Значит, я спасена. Наверное. И вот такие вот у меня разные мысли были. Виталий говорил, что у него была дитя Вера, которая задавала вопросы. Мою маму зовут тоже Вера. И эти вопросы задавала она мне. И она нас спрашила тем, что все, скоро будет пришествие. И так и останетесь здесь, со мной. Велика Ускорб, и я его боялась. Хотя, когда была маленькая, я говорила, «Мам, ну если скоро будет пришествие... Может, я в школу не пойду?» Ничего я буду, Халим. Тут что-то осталось всего-то. Моя мама сейчас 70 лет. Ну, и Даша подтвердит. Она до сих пор говорит, что вот уже скоро будет пришествие. Вот, и я, конечно, я боялась остаться на Великой Ускорбе, не быть спасенной. Эти процессы какие-то жили в моем сердце. Но все это больше было в разуме. И был 98-й год, такой он был, полон событий разных в моей жизни, когда Бог посылал мне нужных людей. В 98-м году мне было 15 лет. И наша молодежь, наша церковь дружила с молодежью в церкви города Берлина, тоже Баклистская церковь. И по очереди мы вдруг ездили в гости, и вот подошла моя очередь, я приехала туда. И там у меня было общение с русскими или с украинскими, я не знаю, с молодежью, которые начали мне задавать вопросы, спрашивали, покаялась ли я. Вот, и я сказала, что нет, я очень покаялась. Были разговоры на эту тему, и мне помещали, что за меня будут молиться. Потом в этот же год у меня была поездка в Запорожье. Это был молодежный конгресс, там был ректор семинарии из Бенской, Яренчук. Вот, я была там, и очень запомнилось там свидетельство одной молодой сестры. Она была очень красивая, но она была в алгоритной коляске. И она, я не помню, почему она стала инвалидом, это была история, то есть не с детства она стала инвалидом. И я видела то, как она радуется жизни, то, как она славит Бога, ее свидетельство, как она покаялась. И это, ну, тоже осталось в моем сердце, и как-то я тоже, знаешь, задумывалась о себе. И самая такая вот точка была уже, и покаянная моя. Это была конференция, молодежная конференция в Явлевской области, город Дружковка. Откуда вот Славик Пальонный, это тот, который нас познакомил с Виталиком. Точнее, он меня пригласил в Крым. Семья многодетная, они потом уехали в Америку. Но в их церкви тогда была молодежная конференция, и туда я и поехала тоже с молодежью нашей. И там, я не помню тему конференции, но я запомнила, что была проповедь о страдании Христа, о христе. И в конце был стих, по-моему, у сестра говорила, ну, известная история о том, что как отец работал на железной дороге, стрелочнике, и как он пожертвовал своим сыном, чтобы спасти тех людей, которые были в поезде. И в поезде были люди разные, и хорошие, и плохие, но все они дворец полюб. И на этом занятии я покаялась в 15 лет. Покаялась со мной моя любимая сестра, еще молодежь была. И когда мы шли по дороге, нас разобрали по семьям ночевать. И, ну, молодежь шла там о чем-то говорила, мы с тобой шли, такие, так, нагрелые, шли. И, естественно, у нас разговоры были о небесном, о волке. Вот, и после этого крещение я уже приняла, это было мне 15 лет. У нас крещение не преподавали раньше 18 лет, несмотря на то, что там спустятся, если нет или нет. Я уже тогда пела в основном хоре, а потом детский хор, молодежный. И стал вопрос крещения. Ну, я переживала, потому что ты обещаешь Богу служить, а вдруг у меня там не получится. И я приняла крещение, да, в 18 лет, и я старалась очень много служить Богу. А, и то, что я еще боялась, то, что Виталий уже проявил эту фразу, мама не говорила один в один. Вот, если ты пойдешь, там, в кинотеатр, то придет и ты там останешься. И я понимала, что это какая-то русская рулетка, что если я вдруг в мыслях согрешу, да, подумаю как-то плохо, или вдруг с кем-то поругаюсь и не успею в этом расстаться, там, просить прощения у Бога, исповедоваться. И что, значит, мне просто не повезло, и я, все, я не спасена. Этот вопрос меня обеспокоил. Но я старалась трудиться, чтобы как-то мои дела добрые, да, они как-то это все перекрывали. Тем более, как-то у нас, я не помню, я много книг христианских читала. То ли это в церкви, если я слышала о том, что вот ты покаялся, все, теперь ты уже сам спасаешься делами. Я очень много служила, весь мой отпуск, когда я уже работала, уходила на служения. Я участвовала в детских служениях, в лагерях, в музыкальном служении в своей церкви, в дочерних. Конечно, это мне все нравилось, я очень получала вдохновение, особенно когда ездила в дочерние церкви, там, где детки в селах. Ну, видно, что не особо нужны родители, и видела эту отдачу, эту радость детей. Или когда мы ездили в группу певческой, в маленькие церкви, где было людей меньше больше, чем наша группа, которая приезжала. И я видела эти слезы радости, вдохновения, как через нас Бог поддерживал этих людей. Вот, и... Следующий вопрос, который меня... Он сказал о том, что верен на реакцию спасения. Только вот, когда в 2008 году... Вот, в славой полёне... Я в прошлый раз рассказывала историю нашего знакомства с Виталиком. Была такая семья полёных. Они как раз в этой дружковке, где была конференция, где я покажилась. В своё время они уехали в Америку. И потом команды с разных городов Украины, когда уехал в Америку, они начали проводить лагеря по России, по Украине и в Крыму. В Крыму это уже они проводили второй раз. И в 2008 году он меня пригласил тоже в лагере. Я знал, что я участвую в этом служении. Но тогда у меня не получилось. У меня были другие планы. Потом эти планы сорвались. И я говорю, Славик, я поеду. Тем более у меня была мечта хоть раз побывать в Крым. Но Господь меня решила оставить. И я не знаю, что это было. Мы не сразу с Виталиком были отношения. Он был директором лагеря. Я была просто как лидером детской смене, молодёжной. Потом мы разъехались. Они в команду уехали в Украину в какое-то СВО служить ещё. А Славик Павлович хотел приехать на свою родину в Туршковку. И мы их приняли, эту команду приехали. Виталий в группу остановился в Донецке. Остальные у нас. Мы отвезли Славика на родину. И уже ждали автобус. А Виталиком всё не было. Потом он приехал, захотел тушку принять. И моя мама ему говорит фразу. Виталик, смотри, а то останешься. И всё. И так они уехали. Виталик уехал в семинарную. А мы нашей певческой группой, которая организовывала моя дворечная воля, должны были приехать в две церкви в Севастополе. Это в открытые сердца и как отчитаться. Ну, Виталик об этом не знал. Он узнал от кого-то и написал, что это правда или так. Он говорит, да, приеду. Он говорит, хорошо, мы приедем молодёжи тоже. А перед этим я искала фотографию. Они приехали, когда были в Донецке. И я искала фотографию нашу. Виталик. И я не могла подумать, что она есть. Потому что он, по-моему, не фотографировал, больше там славик, другие девчонки, ребята. И эта фотография оказалась у Виталика. И он мне отправил эту фотографию. Чтобы было неудобно им просто коротенькое письмо, мне прислали. Он в семинаре прислал большое письмо мне. Ну, мне тоже было неудобно. И я не писала тоже. И все это снова рассказала. Потому что о себе не помню уже. Вот. Потом они приехали. А мы приехали в Севастополь. И он приехал с своей молодёжью. И тогда Денис Сидоров, не помню, был ли он пастором. Или просто молодёжный лидер. Церковь открыта сердца. И он виталик спросил, о, а ты что тут делаешь? Ну, я просто приехала с молодёжью. У нас сестра у нас служила в лагере. Вот. И после этого он мне начал написать. Ему тоже ВКонтакте переписывались. Но что мне понравилось тогда в Виталике? Он попросил меня на предтелефон у моих родителей. И он попросил мне разрешение со мной общаться. Вот. А потом, я не помню, после этого было, когда уже остались в следующий семинаре, и я узнала, что он уже посвитца наших отношений, что, ну, это не было для отношений просто так пообщаться. И тогда я тоже присоединилась к нему. Не было чего-то такого сверхъестественного. Он был такой мир в сердце и покоя, что это тот человек. И его приняли в моей семье, и потом в церковь переезжал. И я знала, что это тот человек, который любит Бога и не сидит там на задней ламке, а служит Богу. Вот. И... А, я забыла, когда только я приехала туда в лагерь, где-то тут славик паленый и их лидер Павел, они задали вопрос, а уверена ли я в своем спасении? Я сказала, ну, я надеюсь. Надеюсь, что Бог меня спасет. Ну, я что-то не знала. А вдруг в этот момент я в мыслях согрешу, и как раз Христос идет. Вот. И с их леток и жила, и Виталик уже рассказывал, что когда он поехал, он закончил английскую семинарию, и когда уже поехал в Школу Проповедников, это было огромное, и я видела, какой он вернулся с изменением внутренним сердцем, и он туда ездил и тут брат тоже. И я наконец-то услышала одну истину, которой мне не хватало. Конечно, у меня это переосмысление было не один месяц, но, слава Богу, у меня этот вопрос тогда отпал, и у меня не было уже этого уныния и переживания насчет этого вопроса. Но Господь послал уже другие испытания, после этого уже, вот, но они уже не касались, они уже касались доверия Богу, и Господь умирает. А в Школе, которые у нас наземляют, это уже связано было с войной, в нашем голове. Вот, и я, ну, хочу подвести итог, и я очень благодарна Богу, что я родилась в христианской семье, и я слышала эту истину именно с детства, потому что на мой характер, и понимаешь, что я слышала сейчас, мне все нужно объяснение, мне все нужно понимать. То есть я бы веры не поняла бы сейчас, и я очень благодарна Царь Богу. Аминь. Аминь и слава Господу. Подростки, молодежь. Слышали? В ДВС вам тоже нужно покаяние. Когда вы будете знакомиться и общаться с кем вы, только через родителей. Очень хорошие свидетельства. Слава Богу, есть о чем подумать. Я неспроста к вам обратился. Подумайте, поразрушайте. Те, кто родился в семье верующих, и уже, может быть, привык к культуре христианской. Господь чудно действует. Он вас тоже ведет, побуждает тому, чтобы вы задавали серьезные себе вопросы. А уверены ли вы сегодня в своем спасении? У вас есть прекрасная возможность, задавая эти вопросы, сегодня услышать ответы, или подойти кому-то, общаться и поговорить. Пусть Господь вас в этом благословит. Псалом за любовь, за милость, за спасение. Как раз будем благодарить Господа за то, что Господь чудно действовал, и Он направил, и свою работу в сердце сестры совершала, и она теперь, как ни кто хочет, с нами поклоняется Господу. Псалом за любовь, за спасение. Псалом за любовь, Вам будет благодарения, Господу у от officers наслаждение. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Благословит и вечной молитв, за твою любовь благодарим. За твои д asc Canyon Песня. 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 Песня.